Для работы в стандартной библиотеке, для удобства работы есть готовые структуры данных. Вот вы делали хэш-таблицу сами, вы делали двусвязанный список, и вы понимаете, сколько это мороки, аккуратно все это сделать. Да еще и для хранения различных типов, там придется делать этот тип шаблонный, шаблонный класс контейнера. Ну вот, собственно, в стандартной библиотеке реализованы эти самые контейнеры. Для того, чтобы сделать универсальный доступ к этому контейнеру, и программист-пользователь не должен был глубоко знать, как контейнер устроен, то есть все детали реализации, где там next, previous, указатели и так далее, чтобы он не вникал в это дело и не напортачил там, не дай бог. Сделано такой парный объект, а именно, собственно, тема называется «Контейнеры и итератор». «Контейнеры и итератор». Давайте начнем с единственного контейнера, к которому можно обращаться вообще, говоря, и без итератора, и жить с ним прекрасно. Это контейнер-вектор. Напишите слово «вектор» в кавычках, потому что этот вектор к математическим векторам имеет отношение к крайне отдаленному. И сразу напишите, что это такое. На самом деле вектор – это динамический массив с автоматизированным дополнительным доп. запросом памяти. Вы в питоне знаете такой контейнер? Список. Вектор – это, по сути, как список. То есть у списка, у него там, правда, есть особенности, у списка у него хранятся, по сути, указатели, ссылки, да? А у вектора там реально хранятся сами объекты. У списка объекты разнотиповые могут быть, потому что там зависит от объекта тип, да? А у ссылки нет типа. Соответственно, у элементов списка нет типа самих по себе. И они могут ссылаться даже на один объект. У вектора не так, у вектора каждый элемент – это массив, значит, у него все объекты однотипные лежат подряд в памяти. Понятно? То есть это как раз типичный массив. Почти, ну, он похож на список тем, что здесь действительно авто-дополнительный запрос памяти. То есть если что, в конец всегда можно добавить. Да? И он сам контролирует размер. Вот. Ну, подключается он в библиотеке вектор. Так и подключается. Include вектор. Давайте сразу им воспользуемся, не будет понятней, как с ним жить. Вот я пишу. std, два двоеточия, вектор. И в угловых скобках я сразу же должен его инстанцировать с каким-то типом. std, вектор, int, например. std, это у меня вектор целых чисел получился. Так? И назову его, например, буквой А. А, давайте так. ages. Возраст. ages. Все, этого достаточно. Да? Можно создать вектор. Два двоеточия. Вектор угловой скобки string. Правда, для того, чтобы пользоваться строками, нужно подключить в библиотеку string. Ну, я сейчас буду считать, что она условно подключена. Хотя она в прямую сейчас не относится. Хотя, как сказать. std, вектор, string. Там names, например. Вот, пожалуйста, у меня есть два контейнера разных типов. Типы разные. Тип вектор шаблонный. То есть, это всего лишь шаблонный контейнер. То есть, класс шаблон. Он инстанцируется с определенным типом. И фактически, да. Но если у меня будет два вектора интов, например, да. Там, ages, запятая, и что-нибудь еще там. Numbers. То они будут однотипными. И с ними, возможно, какие-то операции получится там условно делать согласно. Да? То есть, однотипные объекты могут появляться. Мы сейчас давайте не будем делать. И давайте еще какой-нибудь экзотический сделаем. Ну, например. std, двоеточие, двоеточие. Вектор. Вот давайте еще многоэтажное инстанцирование. Я сделаю вектор. Смотрите. Вот я сделаю вектор пар. Вектор пар. String, запятая, инт. О. Вот так тоже можно вполне. Вектор пар. Даже, в принципе, можно сделать вектор А. Вектор векторов. Я, честно сказать, не уверен, как это будет формуляться. Наверняка сработает. Наверняка сработает. Вектор векторов тоже можно. Но я не буду сейчас писать. Нужно сразу на компьютере просматривать, как оно будет работать. Ну, неважно. А. Ну, ладно. Вот этим вот экзотически мне сейчас прям пользоваться не буду. Эйджис. Что я буду делать? Давайте запихаем в эти эйджис какое-нибудь количество чисел. форм. И равнуюнюю точка с запятой и меньше, чем, ну, например, 10. И плюс-плюс. И что я буду сейчас делать? Я буду считывать с клавиатуры возраст и имя. И закладывать их в соответствующие векторамы. In. Age. Точка с запятой. String name. И, соответственно, ages. Точка. Push. Подчеркиваем. Back. Соответственно, age. Что такое pushback? Это append. То есть в конец. Пихнуть в конец. Там, соответственно, names. А, ну, я прошу прощения, я забыл сделать, собственно, операцию. Cint age. Cint name. Считали. Считали. Ages. Pushback. Age. Names. Pushback. Через подчеркивание пишется. Name. Итак, что я получил? Вот к этому моменту. Что я получил? Продолжение сюда. У меня есть фактически выделено памяти под соответствующее количество возрастов. На самом деле, немножко больше. Сколько именно я могу отдельно там спрашивать его. Но, 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 самое главное, что я теперь могу спросить его длину. Я могу узнать, сколько там элементов. То есть я могу сейчас перебрать все элементы следующим образом. for, in, i равно 0 и меньше, чем ages.size. То есть я пользуюсь его методом size для определения размера вектора. И переход, и плюс, плюс. И что я могу сделать? Ну, например, std.seout. и вывести туда ages и в квадратных скобках i. Что я делаю? Я напрямую доступаюсь к этому элементу вектора. То есть с ним можно работать, как с обычным массивом. При этом у него есть контроль за границей. Если я попытаюсь добыть из него какой-нибудь элемент с отрицательным индексом. Здесь нет отрицательных индексов. Вы помните, что в c минус отрицательный индекс, это он тупо шагает по памяти назад. И при попытке взять i больше, чем, больше, либо равен, чем его size, будет приводить к ошибке. Будет генерироваться ошибка, исключение. То есть еще и с контролем границ. Да, при этом, если мне нужно расширить, допихнуть в конец, пожалуйста, пользуемся кушбеком, он автоматически анлоцирует память. Когда она нужна? Дополнить. Вот. Так. Что еще? Пока что здесь нет никаких итератов. Мы работаем с контейнером, и все. Вы можете спросить, а зачем вообще нужны итераты? А давайте сейчас я вот что сделаю. Сейчас я пользуюсь вектором. А, ну я еще кое-что не показал. Это я сейчас их просто по порядку выбил. Да, слева направо. А давайте их выведем. Не выведем, а будем удалять из вектора с конца. Ну, то есть воспользуемся вектором, как стеком. Да, помните, даже такая тема была. Список как стек. Список напихали, убрали с конца. Мы там скобочные последовательности, по-моему, анализировали. Нет? Это уже не помните. К самому конец был первый семестр. Ладно. Я сейчас не буду ничего сложного. Просто я буду убирать их, удалять оттуда с конца. И для этого, как и в списке, есть метод поп. Поп будет удалять их с конца. Соответственно, что я сделаю? Я скажу так. Пока у меня... Так, сейчас, секундочку. Всегда программируешь за компьютером. Вопрос не встает обычно. Есть, по-моему, отдельная функция Empty. Но я боюсь, что я могу наврать. Очень не хотелось бы. У меня сядет компьютер слева. Так. Ладно. Боюсь, что я вру. Но я бы так написал и проверил бы, как он скажет. Пока не ages.Empty. Если кто с компьютером, проверьте меня сразу. Как он там сработает или... Должно вроде бы. Пока not ages.Empty, что я буду делать? Ну, например, на экран. Печатаю стд два двоеточия. Сяу. Ages.pop. Ну, поп будет делать то же самое. Удаляет последний элемент и возвращает его значение в качестве результата функции поп. Ну, все. То есть, вот к этому моменту у меня вектор возрастов просто пуст. Там ничего нет. Понятно, да? В отличие от питона, в стандартной библиотеке C++ не реализованы неэффективные алгоритмы. То есть, удаление из начала вектора отсутствует в стандартной библиотеке. Оно неэффективно. Для этого нужно осуществлять сдвиги, да? И чтобы не мотивировать случайно программиста к неэффективному алгоритму, эти вещи исключены просто. Понятно? Поэтому этого нет. Ну, вот. Так, что еще? Ну, его вектор обычно, когда школьники изучают C++, то их знание обычно часто ограничивается вектором. То есть, если они не C, а C++, то они сразу переходят к векторам и радуются, потому что не нужно думать о том, сколько же элементов мне там понадобится. Потому что иначе, если бы это был массив, я бы думал, сколько же мне тут написать винтов тысяча, а вдруг мне больше тысячи введут. Понимаете? А тут не надо думать, и все. За вас проблема решена. Вот, потому что не приходится думать в итераторах. Так, я сейчас сходу не помню, что еще нужно про него рассказать. Давайте пока. А? Как его удалять? Еще раз. Как его удалять? Просто для них нет? Никак. Что чудно? Никак. Закончилась функция, в которой был этот вектор выделен. Деструктор удалит всю память сам. То есть, утечки памяти отсутствуют, потому что все продумано. Более того, перегружен конструктор клонирования. Я могу создать вектор на основе вектора. Ну, давайте я прямо здесь вот ниже еще напишу. Вектор стд два двоеточия. Вектор стринга. Ну и сделаем какой-нибудь не names, а там не знаю. B на основе names. Пожалуйста. Вот я себе склонировал. То есть, у меня другой вектор, который здесь появился. В смысле это, кстати, неэффективное по времени и по памяти операцию, но оно в случае необходимо. Потому что в честь там C скопировать массив, это как? Или вернуть массив из функции, это как? Никак. А в C++ вернуть массив из функции, пожалуйста, верни объект вектор. А он сам в себе, этот объект вектор, возвращенный из функции, он за собой потащит указатель на динамический массив. Но у него внутри есть атрибут указатель на динамический массив. Переменная, характеризующая его длину. Еще одна переменная, которая характеризует аллоцированный объем памяти. Все это дело, оно уедет в этом объекте возвращаемое значение. Поскольку память динамическая, она не будет очищена со стека. Она живет отдельно. А то, что она будет аккуратно очищена, гарантируется тем, что деструктор вовремя вызовется, когда надо почистить. Понятно? И присваивание возможно. То есть я могу сделать, ну не знаю, B.pop, ну удалю один элемент оттуда, да, и скажу, например, Names равно B. То есть вот этот оператор присваивания между однотипными векторами работает. И он реально скопирует. То есть, причем он очистит память от тех элементов, которые там, если она там лишняя, да. положит на их место элементы из B, да. Ну правда, на самом деле он там с аллоцированием возиться не будет. Он тупо перезапишет и попишет, подпишет новую длину, чтобы длина теперь равна длине из B. Понятно? То есть все вроде как чистенько. И еще раз говорю, для вектора итераторы не нужны. Вот нет такого ощущения, а, а, нужен итератор. Пожалуйста, способ доступаться к элементам вектора, вот он, вот он, как в массиве. Квадратные скобки. Кстати, как это сделано? Перегружен оператор квадратные скобки. Все. То есть специально оператор квадратные скобки описан как метод класса вектор. Понятно? И за счет этого он работает так, как... А вот следующий, следующий контейнер, который нам нужен, это контейнер-список. Контейнер-список. Это как раз не питоновский список, а это как раз динамический двусвязный список. Динамический двусвязный список. В ситуации с вектором, вставка элемента в начало или в середину вектора является дорогостоящей, как бы вы ее ни делали, вам все равно элементы реально копировать, передвигать. В то же время, в динамическом двусвязном списке, как вы знаете, эта операция алгоритмически недорогостоящая. То есть если у меня есть указатель на какой-то промежуточный элемент... Нет, тут указатель вот так рисовал. Вот у меня эти звенья, которые указывают друг на друга, а эти крайние указывают на ничего. И у меня есть указатель на какой-то элемент, на место которого я хочу поставить какое-то новое число. То есть у меня есть указатель на какое-то звено, и у меня есть х, которое требуется туда вставить. Что я делаю? Я беру, создаю в памяти новый элемент звена. Все, кто писали динамический список двусвязный, они это делали руками. Замолочили себе тноде, звено. Записали туда этот самый х новенький, хранимое данное. Дальше. Прописали сюда указатель на вот это звено. Сюда прописали указатель на это звено. Ну, откуда мы их взяли? Мы их взяли из P-previous и P-previous-next. P-previous-next это, соответственно, указатель на предыдущий. Зачем previous-next? У меня просто P можно сюда написать. Ну, в общем, эти указатели сюда скопировали, да? После чего эти два указателя можно портить. А именно, вот этот указатель указывает на него, этот тоже указывает на новый авансированный элемент. Все, он у меня встрял туда. При пробегании этого списка по указателям у меня... То есть, эта операция, она не требует реальной перестановки по памяти, копирования объектов. Понятно? Она за от единички выполняется. Что нельзя делать в динамическом двухсвязанном списке? Обращаться. То есть, мы должны понимать, что вставка в середину или начало происходит за O от единицы. И это главный плюс его. Это его главный плюс. А минус в том, что нет быстрого способа, ну, давайте так, нет способа за O от единицы узнать значение Итого элемента. То есть, если мне нужен элемент номер И, то мне нужно реально бежать по этому списку, пока я до него не дочапаю. Потому что, где он лежит в памяти, я знать не знаю. Элементы в списке упорядочены, но доступиться к ним по индексу нельзя. И вот тут вот как раз и возникает вопрос. Допустим, мы реализуем динамический двухсвязанный список. Хорошо реализуем, вычистим, уберем оттуда все ошибки, связанные с памятью. В деструктор класса список, вот тут я все создаю, кроме класса звенок, я создаю еще и класс Dynamic List. Программист, да, в котором у меня будет храниться указатель на начало, указатель на конец, да, ну, чтобы знать, откуда начинать. Вот, ну и механизм перешагивания там как-то будет заложен. А дальше возникает вопрос, давать ли в руки пользователю указатели. Если мы дадим программисту пользователю в руки указатель на звено, дадим ему возможность в публичных атрибутах лазить вот в эти previous next, то он же наворотит там, он сейчас что-нибудь устроит, понимаете, при попытках там, то есть нужно ему запретить как можно больше. А учитывая то, что программисты на C, они, простите, извращенцы, они и так придумывают какие-нибудь сложные конструкции, по непонятному, ну, есть даже соревнования по непонятному C, то есть так как бы за, закодировать это так, вот оно вот коротко и вроде бы, ну, в смысле красиво, в смысле, что вот максимально сжато там вот раз, и оно все сразу делает. То есть программисты на C, они там любят, например, добавлять, если вот, типа вектор, но когда он реализуется, вот, что-то вот такое, вот, в а элемента топ, увеличивая при этом топ, положить очередной x, ну, вот как-то так. Ну, так любят писать программисты на C. Может быть, вы станете программистом на C, тоже полюбите, вы не застрахованы. Вот, но смысл следующий, что принято решение не давать в руки указатель, а для этого нам как раз и потребуется такое понятие, как итерат. Итак, что, что мы, как мы работаем со списком? Include, лист, подключили, библиотеку, список, дальше. Я создаю, я из ТД буду пропускать уже. Лист, инток, список целых чисел, давайте его назовем просто А. Что я с ним сейчас сделаю? Я хочу туда напихать элементов. Я для этого воспользуюсь методом insert, вставка. У него метод pushback, у него нету pushback, у него insert, вставка. Соответственно, что я делаю? For int i равно 0, i меньше 10, i плюс плюс, что я делаю? А.insert. Кстати, вот кто-нибудь успел там про m-пси спросить? Все окей, работает? Нет, не успел. А.insert. Все заняты. Ну, сейчас сам посмотрю. Insert, ну, например, i. А.insert.i. А, это очень, кстати, интересный момент. Куда он вставляет? Или он там перегруженный? Он перегруженный. Вообще он вставляет в конец. Но можно его воспользоваться и по-другому. Давайте после перерыва, уже забыл звонок, давайте отдохнем 5 минут. После перерыва расскажу, как он вставляет. И пуш-фронт там можно делать. Значит, теперь по поводу insert. Так, давайте пока сейчас приоткрывается. Допустим, у меня уже есть список. А как доступаться? Я не могу пользоваться квадратными скобками. Нельзя. Мне нужен механизм пробегания. Как вы помните, для динамического двуиспязного списка требуется указатель. А вот здесь как раз в роли указателя будет итератор. Я вас очень прошу, без шока, внимательно, и вникните, что это за штуковина, какого она типа. У меня список int. Это класс. Пусть он шаблонный, но это класс. Класс представляет из себя пространство имен. Ну, наоборот, в пространстве имен могут быть методы, если это класс функции, то есть методы, атрибуты, понятно, да, и типы. То есть могут быть типы, которые описаны внутри класса. Понятно? Это ничего страшного. Можно же в пространстве имен описать класс. Правильно? В std куча классов описаны. Да? Можно под пространство имен сделать, в нем описать класс, да? Так вот, у меня получается, что внутри класса listint описаны типы. На самом деле там целый список типов, которые описаны. Reference type, size type, аллокатор type. Меня интересует только итератор. Итак, смотрите. Я сейчас создав объект типа итератор на список int. Еще раз. Я хочу создать объект типа итератор списка int. При этом повторного интенсирования не происходит. у меня итератор является вложенным типом в шаблон класса список. То есть он инстанцируется вместе со своим родителем. Когда инстанцируется лист, бедные люди. Так вот, когда инстанцируется лист int, тогда же инстанцируются все его под вот эти вот вложенные типы. Понятно? В частности, итератор. То есть, еще раз, итератор это класс. Так? Который? Причем он специфичен для именно списка int. Для списка строк, списка даблов. Он будет другой. Да? Причем иногда это будет иметь принципиальную разницу. Например, для вектор и вектор int и вектор строк намного больше похоже, чем вектор булов. Бул. Булевский тип. Вектор булов является укомпрессованным. Он там прям в битике, то есть вот он подбитый их подгоняет. И там итератор будет работать вообще диким страшным образом. То есть оно может, в принципе, отличаться существенно. Вот этот итератор знает все про итерирование. Назовайте, назовем ее буковкой И. Чем-то он похож на число, но это не число. Значит, во-первых, я сейчас хочу пробежаться циклом от начала к концу списка. У меня, я не стал, я мог бы вот эту штуку написать прямо в заголовке циклофор, но я вас пожалел. Отдельно. Вот он, объект типа итератор списка int. Итак, я что делаю? Я его должен инициализировать как? Ну, типа указателем на начало. Ну, не указателем, а итератором на начало. Соответственно, мне нужно каким-то образом добыть этот самый итератор на начало списка. Ну, вот это как раз делать несложно. А.бегин. А.бегин это метод, который возвращает текущий итератор на начало. Обращаю внимание, это не атрибут, который содержит итератор на начало, типа указатель на начало. Нет. Это именно метод. То есть, это по принципу инкапсуляции, то есть, у нас доступ к внутренним атрибутам закрыт. Нельзя поменять А.бегин, туда что-то присвоить. Метод, который просто может вернуть, и вы можете дальше этим пользоваться. Дальше. Я буду до каких пор бежать? Если бы это был указатель, я бы сказал, пока там указатель не станет равен нул. А здесь там нельзя, был ПТР, да? Значит, у меня должен быть вопрос. Должен быть что-то, куда я вышагиваю, когда я вышагаю в самый конец. Внимание. Для того, чтобы не происходило попыток там что-то страшное сделать, есть специальный конец, условно-специальное звено. Условно-специальное состояние, на котором, что называется, большой крестик нарисован. И у меня итератор, ну сейчас это теперь, давайте я сотру. Итератор, он может на него указывать. Если у меня, вот, так, я это делаю, сотру сейчас. Если у меня итератор A.begin указывает на первый элемент, да, реальный. Если бы это был вектор, я бы сказал, что на элемент с индексом 0. А здесь у меня индексов-то нет у них. Ну, на первый элемент. Да, этот элемент не содержит значения. Тем не менее, он принадлежит списку. То есть, это не нул ПТР. Это очень важно. Потому что у него есть обратный указатель. То есть, с него можно шагнуть назад. Да? Называется этот элемент, точнее, итератор на него A.n. Итак, соответственно, я буду говорить пока I не равен A.n. То есть, A.n это не итератор. Я надеюсь, вы чуть-чуть привыкаете к этому слову. Я могу каждый раз в скобках произносить слово указатель. Но надо понимать, что указатель там спрятан внутри этого класса. То есть, итератор – это навороченный указатель, у которого сверху навернуты всякие возможности. Понятно? Понимаете, да? Но вы делали двусвязный список. Вы должны понимать немножко, да? То есть, как бы указать? Как пока I не равен A.n. Пока он не указывает на конец. Конец. Да? Что я делаю? А вот здесь вся фишка итератора. И все было длинное, длинное. А вот здесь вся фишка. Смотрите. I++. О! У него перегружена операция инкрементации. Ну, кстати, неважно, как написать. I++ или плюс плюс I. Это будет одно и то же. Почему-то многие любят плюс плюс I делать. Но смысл в том, что вот здесь вот, когда вы будете I в начале, ну, например, у вас I указывал вот сюда, да? То операция плюс плюс I, она будет приводить к чему? Добываем текущий элемент next из него и I начинает указывать на следующий элемент. Понимаете? То есть вот в этом вот магической инкрементации вот здесь спрятана вся сложность, значит, вся сложность перехода, вся сложность структуры данных, она вот тут. Понятно? Тут-то он и вспоминает, что он итератор списка, а не вектор. Если бы он был итератором вектором, тупо бы указателю плюс-плюс сделал на размер типа. Потому что там реально массив внутри. Понимаете? Ну, проконтролировал бы границы, не вышли ли случайно за границей. Вышли за границей, а, ошибку выкидывали. А здесь он реально вот как-то перешабелен. Значит, у списка, поскольку он является двусвязным, можно делать плюс-плюс, при желании можно делать минус-минус. Так можно. Однако, для... ну, давайте я тут напишу сяу. А да, а что выводить? Ведь я же не могу написать а и ты. А? А? Здравствуйте. Просто и это итератор. Разыменовывать. Иказатель. Именно так. При этом надо понимать, что вот это разыменование и это не разыменование указателя. Это перегруженная операция разыменования, которая магия знает устройство, структуру данных, и пользуясь встроенным в итератор указателем, он там спрятан у него в приватной части, ну, точнее, в защищенной, он вытаскивает элемент мгновенно. То есть, он точно знает, где он находится. Понятно? Вот. Ну, вот такой вот, вот такая замечательная штука итератор. Значит, этот итератор сейчас. А? А если кто-то попытается расследовать специальный класс от итератора, чтобы обращаться к нему и написать там метод, можно, у которого плюс-плюс будет прыгать по два элемента, пожалуйста, ну, только ты все равно в приватной части не залезешь, а ты будешь, что в протект может быть? Да, протект может быть приватной. Моим правилом, что я не прошумел, где-то слово все. А ты будешь уверен, что это во всех реализациях стандартной библиотеки будет хорошо работать? Нет. Ну, вот. Ну и все. Может, кто-то так и делает. Так, ладно. Теперь про insert. Так как я написал insert в первый раз, его использовать нельзя. Почему? Потому что у меня этот insert требует итератора. Я, insert, это именно вставка в позицию, а позицию надо указать, а указать ее указать нельзя, ее указать можно только итератор. Вот. Соответственно, я могу сказать куда и что. Более того, существует такой метод fill, заполнение, то есть когда insert делаю, вставляя сразу много элементов одинаковых по значению. То есть я могу, например, давайте слева это буду делать, справа оставим еще под один контейнер. Это вообще, говоря, классная штука, потому что я могу найти элемент по значению, то есть я бегу при помощи итера. Вот давайте найдем какой-нибудь элемент, первый элемент, который равен чему-то там, то есть и начинаем от начала, а точка begin, дальше, пока, пока что звездочка и не равен какому-нибудь там иксу, не равен иксу. Я считаю и плюс-млюс, я сбегу вперед, да, и вот я нашел, ну правда желательно определить факт того, что он в принципе там, и не равно а-энд, ну будем считать, что икс там точно есть, допустим, я так уверен, потому что я нашел нужный мне итератор, и вот я в эту позицию, где сейчас лежит икс, я хочу вставить туда 20 элементов, 10 элементов равных 100. Что я делаю? Я говорю а.inset и указываю ему, соответственно, позицию при помощи итератора, куда вставлять, а дальше говорю, что вставлять. Но если я хочу, ну то есть вообще обычно это вот так используется, например, 20 вставить туда как число, но я могу сделать иначе. Иначе я могу вставить туда, как там, ну 10, например, 10 раз вставить туда число, давайте, 777. То есть я туда и сразу 10 элементов накачал. Ну и еще тут есть вставка этого диапазона. Ну давайте не будем это делать уже. Так, еще один интересный момент, чтобы вы с итераторами еще по-другому познакомились. А, кстати, вот забавный элемент, можно внутрь при помощи insert можно вставлять объекты типа вектор. Вот, допустим, у меня есть вектор, и я хочу вставить в какую-то позицию, например, в начало списка впихнуть вектор какой-нибудь. Ну давайте я сделаю. Этот вектор обязательно должен быть вектором int, иначе не получится. Вектор int b. А дальше я хочу сказать, что я хочу внутрь а вставить в его начало, а пигмент, ой, не точка запятая, запятая, вставить, и я могу дать сюда не два числа, да, шаблонный подклопок, а два итератора на какой-то контейнер, ну на контейнер b, b.begin, и вот тут-то мне, оказывается, и пригодятся итераторы вектора, и b.rb. Тут-то мне и пригодятся итераторы, то, что у вектора, оказывается, тоже есть итераторы, я про это не задумывался, потому что пользовался квадратными скобками, мне было все равно. А оказывается, вектор тоже можно перебирать точно таким же универсальным способом. То есть я могу, если бы а был вектор, то я тоже мог бы завести вектор int итератор, да, и перебирать от a.begin до an, плюс-плюс и и вперед, и разименовывать этот и. Понятно? У вектора тоже так, если что, можно. Но тут я припонимаю смысл этого, то есть я пользуюсь функцией, которая позволяет внутрь списка встраивать целые куски списка, да, целый такой мощный алгоритм, такой сразу куча, раз, 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 а можно и не списка, а можно и вектора, а можно и любого другого контейнера, у которого только есть итераторы, которые можно увеличивать. Какие есть требования? Естественно, что оба эти итератора должны принадлежать одному контейнеру. Понятно? m это итератор, который принадлежит определенному контейнеру, в отличие от null.ptr, который просто ничем. Понятно? Ну, естественно, что это должно быть меньше, чем это, чтобы алгоритм не привел к ошибке. Так, все это все лишнее. Значит, теперь по поводу... Есть еще всякие функции. Erase — удалить. Splice — перемещение элементов из списка в список. Merge — сливать отсортированные списки. Merge — есть встроенная функция, стандартная, для двух отсортированных списков создания нового отсортированного списка. Помните, Merge Sort мы делали? Сортировка слияния. Сегодня ФБМФ и про нее рассказывали. Вот, пожалуйста, можно это, в принципе, реализовывать. Надо сказать, что для вектора можно использовать быструю сортировку, сортировку слиянием, какие-то там, сортировку кучей. Потому что у него есть вот этот самый доступ к хитому элементу. А у списка никакая... Помните, я про солдат сортирован, да? Я еще рассказывал про прапорщика, который сортирует... Не помните? Помните. Отлично. А помните этого близорукого прапорщика? Вот если у нас прапорщик не может смотреть далеко... А ведь у нас именно такая ситуация. То есть у нас в списке мы не можем сравнивать далеко от настоящих элементов. Зато мы можем соседней. Какая наиболее эффективная сортировка для динамического списка? Пузырьком. Это единственная доступная для него сортировка. Поэтому для списков реализована единственная эффективная для них сортировка, которая вызывает практически как в питоне. Сорт. Сортирует методом пузырька динамический список по возрастанию. Ну вот. Так, ладно. Что еще? Еще нам надо рассказать про... Варианты этих самых итераторов. Итераторов. Дело в том, что список двусвязный... И, конечно, хорошо, что можно бежать и минус-минус в обратную сторону. Но все-таки мне бы хотелось уметь воспринимать этот список как бы заданный пивод. То есть сделать такой итератор, для которого плюс-плюс будет как бы для жителей Австралии. Для которого список будет как бы перевернут. Вот такая возможность есть. Для этого надо создать... Лист инт, два двоеточия. Понятно, что сейчас я вложенный какой-то буду тип писать, да? Он будет называться reverse итератор. Ну, и у меня уже занято. Давайте назовем его RI. Как я его инициализирую? Дело в том, что A точка begin вернет мне обычный итератор, не перевернутый. Мне нужно именно инициализировать его перевернутым началом. То есть концом, но только перевернутым началом, да? Вот давайте я так и напишу. А точка begin, да? Тот только какой? R begin. Это элемент AR begin. Ладно. А, R, А. Прошу прощения. Вот этот элемент, вот этот элемент, да? Реально, конечно. Это A точка R begin. Luke in the last. А? Luke in the last. Соответственно, A элемент, который находится за границей, вот здесь, вот. Вот специальный элемент никуда, как бы, да? На который обычным итератором шагнуть нельзя. Да, то есть у обычного итератора, у него предельный элемент слева, это begin. Да, а в конце у обычного итератора можно дошагать до AN. А у реверс итератора, у него предельный, как бы, для него это начало, да? Как бы начало списка, а для него, как бы, конец. Так вот, у него раньше начала шагнуть нельзя, зато за пределы конца шагнуть можно. А вот эта штука, это A точка R end. Соответственно, что я делаю? Я пишу цикл форм, в котором я могу R и равно A точка R begin. R и не равно A точка R end. И что? Для шагания назад по списку я пишу R и плюс плюс. То есть это нужно просто, чтобы плюс плюс тут писать, вместо минус минус? Дело в том, что это не только для этого. Представьте себе, что вы захотите в какой-нибудь другой список вставить этот список в перевернутом виде. И вы в список B будете вставлять от R begin до R end. Понятно? Мы можем взять и все это эффективно и родными. То есть для этого вот это тоже, реверс итератора тоже итератор. Поэтому у функции insert не возникли каких-то странных ощущений. Дело в том, что... Почему я говорю, что реверс итератор тоже итератор? Вроде бы даже разные типы. Да, но они являются родственными по иерархии. Оказывается, у итератора есть иерархия. Понимаете? Есть базовый итератор. Она более того, она не очень-то проста. Потому что есть еще константные итераторы, которые можно разуменовывать, но нельзя менять. То есть вот в этой ситуации я могу не только вывести это значение, но я могу вот это значение изменить. Я могу звездочка и равно, и туда написать, чему он теперь равен. Понимаете? А бывают константные итераторы, у которых можно добыть значение, но нельзя его изменить. Есть итераторы однонаправленные, есть двунаправленные. А у вектора итератор позволяет прибавлять к себе числа. То есть прыгать сразу на n, ну как указатель. Помните адресная арифметика? Как указатель мы можем сразу при плюс 15 сделать, и он за одну операцию буквально выполнен, сразу знает, где элемент. А для списка, между прочим, этого нельзя. К итератору и числа прибавлять нельзя. К итератору листа. К итератору вектора можно прибавлять число. А я не знаю, что шагнуть на n элементах с равным. Вот. Ну и неважно, сяут напишу, сяут звездочка, р, и. Вот. Вот такая концепция итератора. Ну давайте сейчас последний из сегодняшних расскажу, что запланировал. Сет, по-моему. Сет, это почти сет. Итак, контейнер множество. Множество. Контейнер сет. Как он устроен внутри? Это красно-черное двоичное дерево поиска. Это дерево с автоматической балансировкой. Если вы помните, во втором семестре я рассказывал вам деревья, двоичные деревья, и я пытался рассказывать вам АВЛ деревья. А на красно-черное я просто забил. Вот. Красно-черное деревья – это алгоритм балансировки двоичных деревьев поиска. Но смысл в том, что поиск осуществляется элементом, поиск элементов за О от логарифма по основанию 2 от количества хранимых элементов. То есть поиск происходит, ну, конечно, не так, как во множестве в питоне, потому что множество в питоне – это хэш-таблица, и там за О от единицы. Сразу раз и достал. Есть элемент или нет элемента. Посчитал его, хэш-эдит, и все. Здесь не так быстро, но зато есть и плюс. Дело в том, что это множество, множество в С++, оно упорядочено, да, упорядочено по возрастанию. Ну, и еще элемент не может, как в нормальном множестве, элемент не может присутствовать два раза, да, то есть каждый элемент, каждый элемент, да, входит только один раз. Ну, это как было для двоичных деревьев поиска, там, в принципе, это было как условие хранения, да, то, что элемент с определенным ключом, он один. Только один раз. Вот. Ну, соответственно, как я им воспользуюсь, инклюдая сет, создаем, соответственно, сет чего, множество, например, интов, сет инт, а, запятая b, давайте сразу, два множества, я только сделаю. Да, и что еще мы любим делать с множествами? Сливать. А? Да, всякие пересекать, сливать, объединять, да, всякие операции множествами, вычитать множество. Есть еще, кстати, контейнер мультисет, мультимножко, где по нескольку раз может элемент входить, вот, но у нас он сейчас не будет напрямую касаться. Значит, да, кстати, можно создавая множество, так, сейчас, секундочку, прям в конструкторе сказать ему на основе чего. Самая классная и быстрая операция, fine, так, как она у нас работает, fine, и мы ей пихаем value, да, сейчас, одну секундочку, а как мы его создаем? А, insert, но здесь вставка, она происходит сама по себе, это не pushback, не pushfront, это insert не в какое-то определенное место, как в списке, потому что список, он еще упорядочен нами, да, а здесь мы делаем insert, ну, по-моему, в питоне тоже назывался insert. вставить, ну, вот, я могу повставлять какие-нибудь числа, да, ну, давайте я сделаю это руками, а, insert, 3, а, insert, 1, да, и а, insert, 7, ну, чтобы там разные числа были всякие, да. А, я правильно понимаю, что в сет можно добавлять только сравнимые типы данных, ну, или там, нет, я вообще, если я захочу, например, сет стрима не получится. Да, 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 при попытке инстанцирования он сразу тысячи скажет, то есть он требует... Перегруженного оператора. Да, да, чтобы оператора сразу... То есть их можно делать и вектора, и списки своих типов, но есть некоторые ограничения. У вектора, кстати, есть такое ограничение, что если вы захотите сделать вектор своих типов, а чего не вектор, не знаю, дата, или вектор студентов, то есть требование. У этого типа должен быть конструктор по умолчанию. Вы помните, что конструктор можно сделать убрать, по умолчанию убрать, чтобы обязательно была инициализация, да. Вот если вы делаете вектор, то обязательно должен существовать конструктор по умолчанию. Ну, потому что он экономит на аллоцировании, а аллоцирует сразу кучу элементов. А при аллоцировании сразу кучи элементов, их же надо конструкторы для них вызывать. А где он будет брать для них начальные данные? Как он будет догадываться, чем их инициализировать? Понимаете? Поэтому там есть требования по наличию конструктора по умолчанию. У списка наименьшее количество требований. У него можно, чтобы не было конструктора по умолчанию, там можно это сделать. У, по-моему, можно. А у множества, у него, да, операция сравнения. Но это все, если внимательно читать описание стандарта библиотеки по конкретному контейнеру, там это можно, конечно, найти. Ладно. Что я хочу сделать? Я хочу сделать find. Значит, я для того, чтобы получить результат своего find'а, мне нужно завести итератор на сей элемент. Где у меня этот самый... А, тут сразу он используется. Ну, давайте я составлю. set-int iterator. Set-int, два двоеточия, итератор. И, и вот этот и, я запущу поиск a.find. Ну, давайте какую-нибудь тройку поищем. Ну, вот сколько бы там ни было элементов, он этот поиск осуществит за, вот я сказал, за ловитку в основании двоеточие. Потому что они хранятся аккуратно и сбалансированы. А, допустим, я захотел этим итератором теперь воспользоваться. Я не могу ничего туда вставлять в эту позицию. Ставка будет происходить по принципам красно-черного дерева. Туда, куда положено. Но я могу удалить этот элемент, пользуясь итератором. Ну, я могу его разоминовать, но, кстати, я не могу его поменять. Потому что, когда я поменяю значение элемента, это означает перебалансировку. Понятно? Поэтому просто так сделать звездочка и равно, не знаю, 8 нельзя. Понятно? Нельзя. Он ошибку выдаст. А? Он ошибку выдаст. А то он просто не даст констанцию итератора. Но за то, что я могу сделать. Я могу его удалить. Я могу сказать, а точка эрейс, метод эрейс, который потребляет итератор и в качестве... Своего параметра. То есть, указать на что. Ну, когда в примерчике написано а точка эрейс, а в скобках а точка файл. Что еще? Ну, универсальное то, что было уже везде. Ну, только для вектора это не а. Ну, в смысле, я для списка уже два раза написал. Для множества можно тоже пробегаться при помощи итератора for i равно a точка begin и не равно a точка end и плюс плюс. И наблюдать отсортированные элементы. Они будут отсортированы, потому что правила обхода от бинарного дерева поиска слева направо. То есть, он будет вот левый, правый, средний, правый по дереву. Вот так перебирать. Я увижу, что они все в порядке возрастания там лежат. Сет реализован эффективно. Все там с контролем памяти замечательно. По поводу пересечений. Сейчас скажу, как они делаются. Не вижу, знаете, не вижу пересечений, объединений. Не дай бог их нету. Может и нету. Удивительно. А? Самому реализовывать. Ну, может быть, сейчас по новому стандарту, 98 стандарт, сейчас посмотрю, 2011. Должны же они были. А нет, 2011. Знаете, не вижу. Так скоро 17 стандарт выходит уже. А? 17 стандарт уже скоро будет. Ну да, я знаю. Может там что-то западет. 14 есть. 16, может, они летают. Нет, я не вижу. Не вижу, к сожалению. Ну, на этом тогда все. Вот, собственно, три базовых контейнера. Мы увидели итераторы. Я сейчас не рассказывал еще фишку такую. Есть такая хрень, называется аллоката. Это возможность дополнительно. У вектора вот здесь вот можно указать дополнительно еще через запятую парочку типов. Сказать ему механизм аллоцирования, сколько памяти, когда памяти не хватает, сколько памяти запрашивать. Плюс константу или удваивать размеры. Это уже вам не надо. Все, спасибо.